Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. Наказание нашло своего героя спустя четверть века. Задержан участник нападения на военнослужащих в Чечне. Рыбный день отменяется. Ущерб водным биологическим ресурсам на 150 миллионов рублей предотвратили с начала этого года дагестанские пограничники. Проспект Шамиля обновится. На центральных улицах Махачкалы приступили к восстановлению дорожного полотна. Награды за героический поступок. В Госдуме отметили школьников, которые ценой своей жизни эвакуировали людей из Крокуса. Подробности в рубрике Дагест. Правоохранительные органы задержали в селе Байрамаул Хасавюртовского района 46-летнего ислама Бацыева, который участвовал в нападении на псковских десантников в Чечне 24 года назад. Спецоперацию провели бойцы ФСБ совместно с сотрудниками Главного управления МВД России по СКФО 20 марта. Бацыева забрали на допрос, после чего арестовали по решению суда. В ближайшее время дагестанцу предъявят обвинения по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего. Напомним, что тогда в результате нападения погибло 84 военнослужащих. Действовали преступники в составе банды Басаева и Хаттаба. Ущерб водным биологическим ресурсам на 150 миллионов рублей предотвратили с начала этого года дагестанские пограничники. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского погрануправления ФСБ. Сторожевые корабли и катера ведомства на постоянной основе изымают в акватории Каспийского моря незаконно установленные средства добычи биоресурсов. Почти за три месяца правоохранители ликвидировали более 78 тысяч метров сетей и спасли из них свыше 2000 экземпляров рыб осетровых и частяковых видов. В естественную среду обитания в частности вернулись русский осетр, севрюга, белуга, сазан, лещ, вобла и кутум. На центральных улицах Махачкалы приступили к восстановлению дорожного полотна. Ямочный ремонт на данный момент проводится на проспекте Имама Шамиля. Привлечены четыре бригады. После зимнего периода реконструкция особенно необходима, так как в результате перепад температур и обильных осадков покрытие испытывает дополнительные нагрузки и в результате появляются выбоины и трещины. Сначала поврежденные участки будут устранены на центральных улицах и проспектах, затем рабочие перейдут во дворы. В столице Дагестана также начата и масштабная плановая обрезка аварийных деревьев. И все ради безопасности граждан. Омоложение насаждений – необходимая процедура. При ветре и непогоде старые ветки несут угрозу жителям. Кроме того, обрезка нужна и для формирования кроны и поддержания должного вида деревьев. Представители МБУ благоустройства просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и не парковать автотранспорт вблизи проводимых работ. Далее краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», а затем продолжим. Не переключайтесь. В аэропорту Махачкалы задержали жителя Домодедова за курение в самолете. 60-летний мужчина нарушил запрет во время полета из Москвы в дагестанскую столицу. После приземления пассажир уже ожидал наряд полиции. Мужчину доставили в дежурную часть, где в отношении него составили административный протокол. За курение на борту нарушителю грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Советский районный суд Махачкалы приговорил бывшего замминистра образования и науки Дагестана к 4,5 годам колонии. Дагира и Самудинова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег, в результате чего ему удалось похитить почти 133 миллиона рублей. Наказание экс-чиновник будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Он также должен выплатить Миноборнауке Республики похищенные деньги в полном объеме. Уникальный забег по горной местности состоится в Дагестане с 20 по 21 апреля. Для участников подготовлены 4 дистанции в 15, 35, 65 и 120 километров. Маршрут бегунов будет проходить через Лакский, Гунивский, Левашинский, Унцукульский и Гергебельские районы. Зарегистрироваться на спортивное мероприятие можно уже сейчас на сайте Дагестан Wild Trail. В Госдуме наградили шестерых подростков, которые спасли сотни людей во время теракта в концертном зале Крокус-Сити Холл в Московской области 22 марта. Благодарственные грамоты и ноутбуки получили Ислам Халилов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Александр Журик, Никита Иванов и Елизавета Терехова. Их подвиг отметили на заседании комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. В дни Рамадана представители духовенства Дагестана участвуют в организации ифтаров «Единство» не только в регионах России, но и за ее пределами. Полномочный представитель Муфтията Республики в Средней Азии принял участие в коллективном разговении, которое прошло в городе Алматы. Ифтар объединил мусульман Дагестана, Чечни, Ингушетии и Казахстана. Вот так, когда мы собираемся, цель наша это только единство, сплоченность. Вот работа над укреплением братских отношений, это и есть основная работа в Исламе. И вот такого рода маджилиси, мероприятия становятся причиной, чтобы мы сплотились, уважаемые братья. И тем организаторам, которые вот таким образом организуют, будь это физически, морально, финансово, вот за такое благое дело, за всех нас они также получат вознаграждение, уважаемые братья и сестры. Мы вас приветствуем на этой казахской земле, мусульманской земле, аль-хаммаля. Также мы рады принять приветствие Верховного Муфти Дагестана, шейх Амад Ажи Афанди. Я лично его знаю, мы очень близки, давно дружим, ценим дружбу, всегда мы вместе, аль-хаммаля. И также хочется, чтобы вы тоже передали им приветствие от нас, казахстанцев. У нас в Казахстане большая семья, 120 национальностей здесь. Кроме того, делегация под руководством полпреда Муфти от Республики в Южном территориальном округе Хусейна Гаджиева приняла участие в коллективном межнациональном ифтаре и в Новосибирске. Организован он был духовенством Дагестана. Посетили его не только мусульмане, но и представители других конфессий. Среди них государственные, общественные и религиозные деятели. Рамадан – праздник для всех мусульман. Но у нас в Сибири он праздник и для православных, поскольку мы всегда дружим, ходим всегда на ифтар, на праздники другие. И о спорте. Абдул-Рашед Садулаев поборется за путевку на Олимпиаду. Европейский квалификационный турнир пройдет с 5 по 7 апреля в Баку. Двукратный олимпийский чемпион попытается завоевать для россиян олимпийскую лицензию на летние игры в Париж в полутяжелом весе. К этим соревнованиям титулованный вольник готовится в составе национальной команды на сборе во Владикавказе. За европейские лицензии поспорят также еще 8 воспитанников Дагестанской школы борьбы, представляющие 6 других государств. В их числе призер Олимпийских игр, чемпион Европы Магомед Хабиб Кадемагомедов и трехкратный чемпион Европы Даурен Куруглиев. А боксер Хас Магомед Джавадханов вышел в финал международного турнира «Великий шелковый путь». Эти престижные соревнования проходят в Баку. В полуфинале турнира дагестанский спортсмен единогласным решением судей взял верх над итальянцем Пауло Карусо. В поединке за золото в весе до 86 килограмм он встретится с хозяином ринга Муратом Алахвердиевым. Еще один наш боксер Рамазан Ханапеев стал в столице Азербайджана бронзовым призером. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин